Всех приветствую, друзья! Вы смотрите телегид, а значит домашний досуг точно будет интересным. На этой неделе ЛРТ окунет вас с головой в любовь и подарит захватывающие кинокартины. Я, Анна Троян, сейчас все расскажу. Вечером в четверг вас ждет легкая встрясочка. Красные огни для всех поклонников ужасов и фэнтези. Изучение паранормального сводит их с давним противником – Сильвером. Объявив о своем возвращении, он впервые за многие годы выступает перед широкой публикой. Знавшие экстрасенса люди не забыли, что незадолго до добровольного ухода Сильвера со сцены таинственной смертью погиб основной критик его деятельности. Чем закончится эта история, смотрим 13 февраля в 22.00. Крест. Квадрат. Квадрат. Звезда. Волна. Как ты это делаешь? Методологические дефекты. Нет, нет, они не прозрачные. Неправильный контроль, небрежное использование важной информации или, как в этом случае, все три причины сразу. Поздравляю. В следующий раз сначала сними очки. Как провести день всех влюбленных, я, Анна Троян, расскажу в программе «Афиша». Ну а если вы останетесь дома, у меня есть для вас отличная программа. Вечером начнем отмечать с известными итальянцами на кремлевской сцене Альбана и Рамина Пауэр. Отметят 50-летний юбилей своего легендарного дуэта. Их хиты, поверьте, знает каждый. В программе прозвучат все их самые популярные шлягеры. Смотрим вместе со своими половинками 14 февраля в 20.00. Продолжить романтическую программу Дня Святого Валентина, конечно, нереальная любовь. Мира и Ольга – бывшие одноклассницы. Спустя 10 лет случайно встречаются вновь. Светская львица решает наладить личную жизнь старой подружке и помогает ей превратиться из наивной серой мышки в роковую красотку. Девушки отправляются в Сочи на поиски единственного и неповторимого. Московские красотки без труда покоряют мужские сердца, попав в водоворот романтических приключений. Их увидим и мы в пятницу в 10 вечера. А Мира, кстати, тоже не бедствует. У нее вилла на санбарке. Сейчас, простите. Да. Ну и где ты шляешься? Спасибо, что перезвонили, но вы знаете, мы уже заключили договор с другим издательством. Я же тебе сказал, сиди дома. Да, я помню, что я вам обещала. Ты чего мелишь? Это я, Максим, твой муж. Мне очень жаль. Всего доброго. Оля, ты здорова? Звонили из Лондона по поводу твоей книги. Вы писательница, да? В течение недели в городском округе Люберца было много событий. Не пропустите все самое важное в нашей программе «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут интереснейшие репортажи минувших семи дней. Смотрите в субботу и воскресенье в 10.00 и 19.30. На что только не пойдешь, чтобы обрести счастье, это нам предстоит узнать субботним вечером. Невезучая Даша верит в найденный в интернете способ. В течение месяца нужно сходить на 30 свиданий. И после этого прибудет счастье. Мужчина твоей мечты сам найдет тебя. Только остаться бы живой после встреч с самыми безумными кавалерами. И попробовать разглядеть среди них того самого. Получится ли у девушки, это увидим 8 марта. 22.00. Еще наволнительная встреча на этой неделе с женщиной в черном. 19 век. Молодой лондонский юрист вынужден отправиться по работе в командировку. Добравшись до деревушки и пообщавшись с негостеприимным местным населением, герой начинает понимать, что над местностью нависла тень мрачной тайны. На глаза герою попадается загадочная женщина, одетая в черное. И кто, если не я, вам скажет, что эта встреча знаменует начало череды леденящих кровь смертей? Заинтригованы? Тогда включайте ЛРТ в воскресенье в пол 11 вечера. На этом наш выпуск подошел к концу. Но вы не расстраивайтесь. Лучше зайдите на наш официальный сайт www.lrt.tv И подписывайтесь на нас в соцсетях. Там много интересного. Я, Анна Троян, рекомендую каждый день радовать своих близких. До встречи в эфире. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»